Всем привет! Вы на канале всего понемногу из Германии. Ребята, собираем завтрак плотно. Заправляемся. Утро, это утро. Как машину заправите, так и день пройдет. Что у нас сегодня на завтрак? Смотрите в видео. Экономно. В первую очередь я снижаю вес. Вкусно, сытно, быстро. Чем быстрее приготовили, быстрее убежали. Меньше на кухне, меньше соблазна. Семью не забываем, конечно же. Смотрите видео. Попутно. Это я гостям, зашедшим на канал, поясняю. Отвечаю на вопросы. Не подумайте, что сейчас будет 101 блюдо волшебное для похудения. И все. Нет. Я могу вам показать три блюда, но я попутно делюсь своим опытом. Своими уже, знаете, такими, не знаю, открытиями, наверное. Открытиями толстого человека. Хитростями, как я обманываю себя, рассказываю. Все смотрите в видео. Почему я говорю про семью, не забывайте. Посмотрите, какое я уже сделала шикарное тесто. На кефире, тепленькое прям. Это у меня небольшой кусок пельменного теста. Поступил заказ от младших членов семьи. Многие задают вопрос, а у вас семья есть или вы одна? Да, вам так хорошо. Вы вот только для себя готовите. А кто куда семью делал? У всех есть семья? Вы хотите сказать, что снижают вес только одинокие люди? Хороший старт дня. Если вы хорошо заправили машину, ее утром водичка. 500 грамм воды. Мелкими глотками, никуда не спешите. Сели себе на диванчик или на стульчик. И потихоньку строим планы на день. И эта водичка льется, льется, льется. И проходит полчаса. Все. Все. Вы стартер завели. То есть, либо вы пойдете сейчас в туалет. Сделаете там все свои дела. Но это уже у каждого свой организм. У меня все как часы уже выработано. Я уже знаю через сколько, куда, зачем и почему. Все. Потом прошло минут 40 после этой воды и всего прочего. И у вас сытный завтрак. Все. Вы заправили машину. Вы ее прогрели. Вы ее запустили. Ну и все. И поехали. Поехали дальше. На весь день у вас хороший старт. Ой, я не завтракаю. Ну а зачем вы? Вы либо этим похвалились, либо опечалились. Я вот этого не могу понять. Завтрак должен быть. Не вы придумали. Завтрак, обед и ужин. Но всегда мы так жили. А сейчас перекусы, закусы. Давайте сейчас на завтрак приготовим этот. Ну и все. А потом будем болтать. Я уже говорила своим подписчикам, что очень часто готовлю субпродукты. Печень кореная, желудочки, сердце. Легкое с виной часто беру. Ну, небольшим кусочком. Вот я взяла. Здесь 756 грамм. Сейчас трубку вот эту вот вырезаем. Сюда закидываем. Воду 2-3 раза успею поменять. Отварю и все. Кто-то скажет, ой, возни с этим легким. Это делается все быстро. Трубки вырезали, закинули. Оно же все всплывает. Вот так вот грузик сверху на тарелку. Вот я сюда немного воды налила, потому как я еще 2-3 раза буду менять. Особо нагромождать я не буду. И все. Делается все быстро. Было бы желание. Вы знаете, мне это не заморочно. Я легкое люблю. Вот это вторая вода уже. Первую я слила. Все это легкое вымало. Закипает быстро. Все. Сейчас я долго варить, во-первых, не буду. Кину груз, чашку кину, чтобы оно чуть потонуло. Чуть-чуть поварится и хватит. Я его потом обжариваю. Нет смысла его долго варить. Вот так вот все прокипит хорошо. И все. Ну, готовлю я его по-разному. Я могу мелким кубиком порезать, как гуляш с подливкой сделать. С томатом очень вкусно, легкое. Но сегодня у меня вот так перекручен он. Пушистый, такой легкий фарш. Вариантов много. Овощи могут быть разные. И замороженные, и тертые, и резанные. Я показываю сегодня свой вариант. Кто постоянно смотрит, те уже видели это, да? Раскаленная, горячая, прям такая сухая сковородка. Туда этот лук высыпали. Вы не представляете, кто не пробовал, попробуйте. Вот запах печеного лука бесподобный. И главное, что быстро это просто делается. Все на сухой сковороде. Сейчас туда морковь закидываем. Можно мороженые овощи. Можно потереть сюда кабачок. Все, что вы любите, пожалуйста, без всяких ограничений. Грибы можете закинуть. Но основное будет легкое, да? Я в видео где-то уже говорила, что утром кашу-малашу, я тоже в сковородочке маленькой варю, вот одну порцию. То есть время не теряйте. Одновременно тут тушатся у вас овощи. Сейчас пойдет легкое. Тут сварилась каша. Все делается быстро. Во всю эту красивую овощную смесь мы добавили легкое. Легкое сейчас отдаст свой сок. И все тушится прекрасно, без масла, без ничего. Потом мы добавим все, что положено. Пассировочный томат беру. Если нет, беру томатную пасту. Развожу водой. И вот в эту яркую красоту добавляю. Если есть, можно добавить мороженый болгарский перец. Тоже вкусно. Но тут уже кто что любит, тот и добавляет. Половину столовой ложки масла я добавила. Немного водички капельку. Ну, грамм 50. И вот эту вкусную аджику я специально везу прям из отпуска. Там в ней все. Все, что я люблю. Слегка водичкой развела. И вот добавила в эту овощную смесь. Угадайте, что это за шарики. Кто угадал? Вчера я варила бешбармак. Это Курт. Поеду в Казахстан. Ой, как мечтаю. О многом мечтаю. Я вам говорила, да, в предыдущем видео, что я еду в конце марта в Казахстан. Ой, ребята, прям не считаю. Такая красивая смесь из листовой зелени. Сейчас порежу помидорку, вот эту половиночку маленькую. 121 грамм салат у нас. Собираем завтрак. Весы на нолик. Хотела 200, но получилось 207. Ничего страшного. Так, дальше у нас кашка-малашка. Еще почти 100 грамм. 97. И вот такое блюдо у нас получилось. В салат я добавила зелень. Ложку столовую замороженной зелени. И чайную ложку масла пахучего. Обожаю с маслом с таким. Что касается соли. Берете прям и пару-пару вот таких движений. То есть пару кристалликов соли. Вы привыкнете. Язык ловит этот кристалл. И абсолютно для мозгов все равно. Вот сколько соли вы туда кинули. Главное, что этот кристаллик вам попался. Я делаю так. Вы попробуйте. Я ведь никому ничего не навязываю. Я просто делюсь своим опытом. Своими уже какими-то наработками. Своими хитростями. Потому что надо... Выходит, ты сам себя обманываешь. Ребята, а без этого никуда. Такой старт дня. До обеда вы кушать не захотите. Сюда добавляю еще сейчас кружку кофе или чая. Что касается напитков. Я же казашка. Вот у меня либо утром шах черный чай. Либо с бергамотом. Ну и верхний ряд там ромашка. Мята. Турецкий чай. Вот такой вот турецкий чай. Здесь у нас ромашка и шиповник. И вот такой еще чай. Не знаю, специи здесь не могу вам перевернуть, показать. Потому как, видите, как открыла. Люда так умеет. Видите, рвать надо. Красиво ж нельзя было открыть. Вот порвать, уничтожить. Вот такая Люда у вас. Ну и все, ребята. У меня под клеенкой все нужные мне бумажки. Видите, вот. Вон целый уголок. Девчонки, я же простой человек. Вот как оно все есть, так и снимаю. Ничего не стесняюсь. Никогда ничего не приухорашиваю. Здесь у меня план на март. Что будет у меня в марте. А пишите в комментариях. Мне тоже интересно. А как у вас все это происходит? Куда вы записываете? Вот, например, у меня написано 19 числа. Я иду делать маникюр. 7 числа я иду на контроль после операции. Смотрите, есть видео на канале. Геморрой не приговор. Вы знаете, честно, я не люблю жевать и что-то рассказывать. Это не мое. Сама суть не в том, что было на завтрак, а в рассказе, в пояснении, в каких-то советах. Многие спрашивают меня, сколько я снижаю вес. Ребята, с 15-го года я 4 года снижала. 58 килограмм. И уже пятый год я поддерживаю вес. Плюс-минус. У меня 3 килограмма гуляет туда-сюда, туда-сюда. 82-85. Я не стрессую по этому поводу. Я по себе чувствую. Ага, 85. Жжж, на низ. Но из отпуска я обычно приезжаю даже с минусом хорошим. 2-3 килограмма минус это всегда. Потому как, да, вы где-то грешите в еде, но у вас движение же бесконечное. Как я называю, гортоп. Вот сегодня в видео я вам еще 2 своих секрета раскрою. Я не хочу вас интриговать, чтобы вы досмотрели это видео до конца. Нет, это дело каждого. Но это совет человека, который снизил этот вес и какие мысли были. Как это в некоторых моментах помогло, спасло от лишнего куска. То есть я когда начинаю вам что-то рассказывать, и я сразу... А, вот это я сейчас скажу. Это от души, от сердца. И ты делишься. Я же не навязываю вам. Я же не говорю, вот это стандарт сегодняшнего завтрака. Если вы так будете завтракать, вы похудеете на 55 килограмм. Нет, ребята, нет волшебства. Это ваша оставшаяся жизнь без стресса, без голода, без каких-то слез. Многие гости скажут, что она ложкой для капучино ест. Да, уже все привыкли ложкой для капучино. У меня минус 55, а у вас будет еще лучше. Это пришло не сразу. Смотрите, вот порцию вы собрали. Я вот именно сейчас за завтраком это вспомнила. Оно же все приходит по ходу вальса. Представляете, экономистка, я с вами болтаю, а у меня свет горит еще. Это человек экономит, видите, электричество. Я каждый раз, когда ставлю порцию на весы, хочу вам добавить. Раньше, вот, допустим, здесь же тазик целый стоял, ложка большая. Ты себе наложил, подложил, салатика, хлебушка, все это. Нет. А сейчас у вас эта порция. Она будет всем казаться ничтожно маленькой. Это будет так. Сейчас многие улыбнулись, потому что я это прошла. И многие, когда эту порцию на весах видят, и думают, боже мой, эти блогеры, балаболы. И что, вот, я так всю жизнь буду питаться, и это мне хватит. Что за бред? Это лишь бы наболтать. Это я буду голодать до обеда, перекусить. И начинается вот этот негатив. А вы сделайте не так. Это придет к вам. Положи, все делайте бодро. Все, мысли выкинули. Вы не жалейте сами себя. Ой, какая я несчастна, у меня сейчас на завтрак 20 грамм того, 10 того. Вообще все делайте на автопилоте. Радуйтесь жизни. Светит солнце, идет дождь, идет снег, гололед. Все радует. Вы-то проснулись при здравии, а вы возьмите эту тарелку. И прям, знаете, таким вот уверенным голосом, с улыбкой скажите, какая хорошая большая порция, я столько не съем. Это же много. Ключевые слова. Порция большая, я столько не съем. Понимаете, это день, два, три, это откладывается мозг. О, порция-то большая, я это не съем. Ведь не желудок страдает, а мозги. Вот где этот центр, чем бы его прибить, этот центр. Порция большая, я столько не съем. Ну, не съем, оставлю. И, когда вы вот все это уже скушали, я не знаю, сколько у вас останется, я приучила себя где-то со столовой ложку. Я вот так вот оставляю. Раньше я бы сейчас отломила хлебушка, больше пол-пол куска. И это все бы вытерло, гуляшек, муляшек, все это потерло бы. Жареная картошка тоже с хлебом шла, потому что там же макала я. Там у меня жарился лук же с салом. А теперь я оставляю вот все. Это без сожаления. Все вы унесли, поставили вы. Первое время полуголодные. Это будет состояние. Для этого надо, ну, минимум месяц отдать самой себе, помочь самой себе. Сказок и чудес не бывает. Если кто-то ждет принца на белом коне, и он, возможно, подхидит, это случается так. Можно, как мы с мужем познакомились, это вообще можно книгу написать. Такое бывает. Но то, что вы завтра проснулись, а там не белый конь, а минус 55, вот такого не бывает. Поэтому, ребята, надо реально к жизни относиться. Вот настраивайте себя. Порция большая, я столько не съем. Ой, нет, все, я больше не могу. Ой, вот это, нет, все. Пошла, быстренько отнесла, эту тарелку поставила. Вы разворачиваетесь, уходитесь в кухне, а кушать где-то еще хочется. И вы бы еще бы намахнули ту оставшуюся порцию сюда. Нет, вы разворачиваетесь и уходите, занимаетесь своими делами, собираетесь, идите на прогулку, на работу. Не знаю, куда-то у вас что-то по плану дальше. Вы не представляете, как это работает. Я вам рассказывала, помните, про кусочек, шайбочку ветчины? Как я начинала? Два грамма жира и 20 белка. Думаю, ну что там в этой шайбочке? Ну я бы раньше раз ее и все. А теперь нет. Я ее мелко режу, мелко-мелко-мелко. Я начинала так. Я раз эту шайбочку и рассасывала ее. У меня челюсть, у меня болело все, лицо, вот эти все мышцы. Но вам же поступает этот сок, готовы, наверное, до обеда рассасывать это все. Нет, это так кажется. Ты привыкаешь, ты устаешь от этого. И ты так уже посмотришь на эту шайбочку, и ты уже и не хочешь ничего. Уже к вам доходит смысл слова сытость. Это работает. И вот этот вот лайфхак с тем, что порция большая, к вам тоже придет. Вот поверьте мне, потом через время мне напишите. Вот кто начнет это делать, напишите мне. Люда, как же ты была права. Так что вперед, ребята. И не забываем, девчонки и мальчишки, ходьба, ходьба. Каждый день. У меня только воскресенье выходной. Минимум 5 километров. Ну, бывает, что раза 3, а то и 4 выходят в неделю, что у меня и по 8, и по 10 километров. Ходите, не ленитесь. Болят суставы, не болят, конечно же, все решать с врачом. Но дело в том, что я хочу сказать, лечебная физкультура, конечно. Я надоедаю вам с этим словом, но там специалисты вам могут посоветовать. Потому как боль в суставе тоже разная бывает, понимаете. У меня была боль в суставе, и, оказывается, надо было пожалеть сустав. А я сказала, клин клином вышибается, у врача аж очки подскочили. Он говорит, какой клин, каким клином. Вы что, говорит, суставу дайте покой. У меня голеностоп опух. Ну, вот я, вот видите, какой у меня характер зловещий. Это всем кажется, что я такая добренькая. Ох, и какая еще и не добренькая. Ой, а я себя могу, да, разнести так, что мало не покажется. Вот такой характер. Дело в том, что мышцы и суставы должны постоянно работать, да? И я вот так решила. Так что все вопросы с суставами только через врача, конечно. Но, опять же, не отчаивайтесь. Самое главное, диагноз знать. А потом, что-то через интернет. В Германии тоже не лечит. Если вы думаете, что нас тут кинулся кто-то лечит, то это далеко не так. Здесь, наверное, самому себе диагноз поставить. Ну, и прийти к врачу, чтобы он вам рецепт не писал, клея лекарства. Ну, о грустном не будем. Девчонки, встряхнуться. Надо начать. У кого вот вес пишут приличный, Вы, главное, начните. Каким путем пойдете, не важно. Будет это интервальное, будет это кето. Хоть что. Порцию поменьше. Соусы убрать, лимонады убрать, соль убрать, сахар убрать. Ложиться вовремя, вставать вовремя. Норма питания, движение, калории. Хотите считать, считаем жестко калории. Хотите метод тарелки, значит тарелку. То есть, самое главное, чтобы была дисциплина во всем должна быть. Ну, и научитесь разговаривать с собой, договариваться, и все у вас получится. Главное, начать, девчонки. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Ну, что, дорогушечки мои, мои любимые зрители, спасибо вам огромное за поддержку. За то, что вы у меня есть. За добрые комментарии, за пожелания. За то, что делитесь своим опытом. Я вам безумно благодарна за все. Видите, сегодня мы с вами убили два зайца. Прогулялись и побеседовали. Иду с прогулки. Вся такая яркая, это что велосипедисты меня все видели. Сейчас покажу вам небольшую закупку. Просто зашла в магазин. Незачем. Ну, 20 евро стратила. Вот так незачем заходить. Ну, как вам моя прическа? Вот. Вроде бы как в парике и вроде бы как и стрижка, да? Вот так вот красивенько ее подстрижено. Шла с прогулки. Такая небольшая закупка. Сейчас я быстренько. 17 евро за эту покупку вроде бы мало. Но и тут, в принципе, ничего особо не куплено. Сок. Три булки белых. Сейчас школьник приедет. Это я кину в свою хитрую кладовочку, потому как срок долгий по 5 апреля. То есть не к спеху. Будет в запасе у него перекус. Овощи были не кокущие, поэтому по чуть-чуть. 4 помидора, огурец и айсберг салат. Кто-то меня насмешил прямо в комментариях, что оказывается все такое в Германии. Супер-пупер витаминное и такое качественное. Ну, а я вообще задаюсь вопросом, а что вообще Германия выращивает? Да, наверное, кроме яблок вообще ничего. Но этот салат может быть, ну, ребята, но не более. Пицца на этой неделе 50%. Такую пиццу любит мой младший. Она меня выручает. Красота. 4 евро 2 пиццы. Считайте за даром, да? Если около десятки, эта пицца стоит в кафешке. Такую колбасу я ему только беру. Он у нас вообще без добавок, без ничего. Творог. Огурец. Лук-шалот. Это грушки. Ну, они такие, знаете, страшненькие. Но они пару дней постоят и вообще вкуснятина будет. Я не очень фрукты. Но грушу, еще так, знаете, более-менее могу. И яблоко. Бананы. И, не знаю, наверное, по второму кругу уже пошла 4 помидорки, потому как выбора не было. У меня такое впечатление, что я уже по второму кругу пошла рассказывать. Но, ребята, бывает. Я же юный блогер пенсионного возраста, да? Поэтому нет-нет. И такие косяки вам делаю. Но вам спасибо за терпение, за добрые комментарии. Всегда понимаете. Всегда поддерживаете. Я вам безумно за это благодарна. За понимание, тепло и за дружбу. А кому понравилось, подписывайтесь и обязательно жмите на колокольчик. Новое видео обязательно прилетит к вам. Вы были на канале Всего понемногу из Германии. Люблю вас по-человечье. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok